Мы знаем. Вы слушаете. Радио Болткома. Прослушайте промо программы «Прямая речь». Известные политики, бизнесмены и деятели культуры отвечают на самые острые вопросы аудитории и дают комментарии на самые волнующие темы. Здравствуйте, я Абби Келкин и я приглашаю вас на ток-шоу «Прямая речь». Слушайте по четвергам. 17 до 18 часов. Добрый день, еще раз. Продолжаем работу в прямом эфире. Сейчас у нас два гостя. Укредитель проекта по привлечению рабочей силы фирмы «Агенс». Агенс, так правильно это называется. Лаурис Митчелес и эксперт Иверс Яковлес у нас тоже в студии. Даже, можно сказать, политолог. Добрый день. Будем говорить, конечно, не о политике. Наверное, может быть, первый вопрос нашим гостям. Может быть, Лаурис начнет. Как изменился вообще рынок рабочей силы в условиях пандемии? Мы видим, что безработица выросла, конечно, не так, не столь драматически. Последние данные по Латвии 7,1% безработных. Ну, отгали, правда, 15,3%. Как изменился рынок рабочей силы? Добрый день. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Я к этому вопросу хотел бы подойти с другой стороны. Конечно, Рига у нас супербольшой центр не только в Латвии, но и в Балтии в целом. И это, конечно, дает преимущество нашей столице быть самоэкономически активным городом, но какие последствия это оставляет на Латвии? Я этот вопрос хотел бы подвернуть такому ключе, что многие вопросы исторические и сейчас играют географическое положение. Если мы посмотрим на карту Латвии, около Риги образуется узкий коридор, и Рига получается в самом центре Латвии. И если в Средневековье было популярное выражение, что все дороги ведут Рим, то в Латвии, в принципе, все дороги ведут Ригу, что позволило естественным путем этому городу вырасти такому большому супергороду. И это корни отличаются с ситуацией, например, в Эстонии, если посмотрим на карту, где находится Сталин и как расположена сеть дорог, то же самое в Литве с Вильнюсом, с Каунусом. В Литве в Эстонии каждому из этих государств примерно 5 региональных центров, что позволяет рассредоточить экономику по разным регионам и также более эффективно использовать рабочую силу. Соответственно, то, что только что рассказывал Лаурс, и вы, Айбек, рассказывали о самых новейших цифрах по безработицам, мы видим, что в Латгале, которая находится дальше всего от Риги, там появляется большая безработица. И как политолог я смотрю на эти вопросы таким боком, что эту ситуацию в латвийском географическом контексте можно исправить только с политическими инструментариями, либо, ну как, точнее выражаясь, с политикой, налоговой политикой. Поскольку будем открыты сейчас открыть предприятия в Латгале или Риге, разницу можно получить только за счет более низких зарплат, что никаким боком не способствует развитию нашей страны. В свою очередь, если мы бы ставили ставку или ударение не столько на налогов на рабсилу, но на недвижимость, то мы бы получили, что в Риге открыть бизнес дорого, в Латгале более дешево. И речь ведь не идет о том, чтобы увести весь бизнес из Риги. Но Риги оставит только бизнес, который дает большую добавленную стоимость, где нужны так называемые белые воротники. Но с другой стороны, мы сейчас тоже, наверное, в этой дискуссии затронем эту тему. Больше всего не хватает рабочей силы о предприятиях деревообработки. И парадокс в том, что эти предприятия также находятся в Риге или под Ригой. Почему эти предприятия не могли бы находиться в Витзе, Курзе или Латгале, где также находятся наши леса, наш сырье материал. Об этом, я считаю, правительству нужно было бы подумать. И таким способом мы могли бы и удержать людей Латвии, а также развивать регионы, что могло бы способствовать общем развитию нашей страны. Да, вот сейчас мы как раз подошли к очень важному направлению. Это аренда рабочей силы. Наверное, Лауре сейчас попытается нам объяснить нашим радиослушателям, что это такое и почему вообще сейчас на это появился спрос. Многие, если мы говорим о строительной компании, раньше мы помним, что крупные строительные компании брали просто субподрядчиков, у которых были свои рабочие. И вот за счет этого решали, допустим, проблему привлечения дополнительной рабочей силы. Все-таки, что это такое аренда рабочей силы, что это за услуга? Ну, да. Погнал по статусу. Продолжение следует. Иогий вырос реверский стандартный страны, который видит создание двери с Discovering Аккуратно, чрезвычайно, В этой компании, что иначе, Вчера, ну, ну, не передвиж, ну, הא� иначе, что, это не так, что с разным это видеоразгия. Аккуратно, дауду, дауду савайдалка. У меня уже на дарбинейке перспективе, что без дарбинейка, это лабора, как они страдают, как Рига, по-моему, с регионами. Первым, как у нас есть отлога, это отлога, если у нас есть 30% или 50% Рига, это не так, как у человека. Реģионы страдают, что это по-нозарай, и это по-нозарай. У, как у нас есть дарбинейка, как мы, как дарбинейка, не просто страдают по-тишому, мы с удовольствием отлогом одинаковые или выжить,nınка, не к виду мы страдали, но заканчивая, чем у нас клиенты, у нас дошел и транспортный изъект, транспортный зобъект, как и продавцовый надежно, как он видит штативно сфаль⇒ с Covid-19 и областью у нас, как и зашел объема, и зашел сств bene, . Иск Feldstein, мэр, когда мы уже сзади общей, где я сюда , Ну, т.е. мы сомневаемся очень большую стабильность, ну, если человек, может быть, баеваясь, может быть, в Европе, как мы, может быть, в марте, или в Европе, ну, мы, конечно, хотели бы использовать возможности, дополнить Лаурису. Мы в основном говорим в последнее время, что есть не хватка рабочей силы в Латвии, ну, в принципе, этим мы подразумеваем, как и Лаурис говорил, не хватка рабочей силы в Риге и близ Риге. Ну, с другой стороны, если мы смотрим на данные о безработице, к тому же не только регистрированной безработице, но и фактической, поскольку фактической безработице включаются также люди уже пенсионного возраста, которые выражают желание работать, то в Латвии сейчас доступные рабочие силы свыше 70 тысяч, но они рассеяны по всем регионам Латвии. И это вызов для любого предпринимателя их собрать, собрать определенные квалификации и доставить там, где есть работа, где есть нужда рабочей силы. Я считаю, вот эта отрасль, с которой занимается компания «Агентс», которую сегодня представляет Лаурс Митчеллс, это очень перспективная отрасль данной ситуации, поскольку я пару минут назад выразил свою точку зрения, как развивать рабочие места в регионах, но мы будем реалисты. В ближайшее время навряд ли настолько кардинально поменяется латвийская налоговая политика. Поэтому предложение по найму рабочей силы в регионах, я думаю, что этот вопрос будет становиться все актуальнее и актуальнее. Вот, может быть, те радиослушатели, которые как раз хотят воспользоваться этой услугой, у них сразу возникает несколько вопросов, может, прежде всего, юридические нюансы. Что происходит? Вот человек приходит и говорит, что да, вот возьмите меня в аренду, да, нет, я вот хочу работать по такой модели, вот что, как юридически, кто с кем заключает договор, как это происходит, как защищены права работника. Да, с одной стороны работодатель тоже хочет как защитить свои права, чтобы действительно работник был, он качественно работал и принес результаты. Вот может быть несколько слов, а бы это юридически нюансы. То есть человек, который, конечно, будет павлицинал, что мы будем стабилизировать, так же, что мы работодатель, вот, по вашему опыту, Кому удобно выгодно использовать такую брать варианту рабочую силу, это какие-то крупные строительные компании, это какие-то ИТ фирмы, кто это фирмы? Железное время, которая является принцидентом, который является производительными, университетом, 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 компания на заседушке планы. Везде, это не так, что это не ращу, кокапа страда, металла опстарда, патория, рутник, рутник, и не ращи, это не ращи, это не ращи, это не ращи, это 10, 20, 30, дарбиняки, это были на муше клиенте, шобид, это скатерс уже 70, так как везде, когда это, как это, это, издевые, это, это, узнёмные, которые надарбуются на ращи, шобиде ращи, это ращи, у зами видов клавиши, как у меня, а также и Рига человек, которые у нас есть, может быть, они могут быть неиздавшими, а также отбилдивающими, как офиса-какие. Принципе это яблоку, а яблоку, а яблоку, а яблоку, а яблоку, а яблоку. Лаурис, правильно ли я понимаешь, что это выгодные финансовые планы предприятия, поскольку они оплачивают реально проработанные дни? Да, да. Да, 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 да. Да, 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 да. Да, 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 да. Какою госпож Passam проработать м Liberal по звали нужно вытвор flames ваш Italy твоим на поправ 마 с зрител future вид а ст , да, да Та цена, которую мы передаваем клиентам, клиентам издейл, чтобы работать с нами, не как, так сказать, мы кладем по своим работникам, надарбироваться по своим работникам. В какой-то степени вы выполняете социальную функцию, потому что мы понимаем, что люди, особенно из регионов, если они видят, что у них нет в Латвии перспективы, они просто уезжают. Ну хорошо, ладно, сейчас, допустим, пандемия чуть-чуть затормозилась, вот эта вот иммиграция из страны, но, в принципе, это и происходит, потому что люди просто здесь здесь не находят. Да, это, истинно, это была наша миссия, как мы к узбекаму издектируемся. Мы хотим сгубить с Латвией, что-то с иммиграли, что-то очень быстро. Ну, я это так, что, что, у нас 15-19 тысячи, масса пуссель, что-то изгород'а, у нас каждый гадо, как-то, в этом году неизбежат. У нас, как-то, что-то, это неизбежат. Мои-то, как-то, что-то, мы-то, которые, как-то, сэпиадами, сэпиадами-то, на регионам-то, сэпиадами-то, дарбу, успеха сава пилосактар. У мэс нотайки думаем, у нас планы шови, 3 года планы, 23 года бэга бэггэм, я палидзе смаз тухстас циллокам. Смаз тухстас циллокам, либо шеи. По-моему, Ларис коснулся очень важного вопроса. Это способствует тому, чтобы люди остались не только в Латвии, но в регионах, своих родных городах и селах. И что интересно, нельзя сказать, что наше государство не обращает внимания на способствовать там мобильности нашей рабочей силы. И даже есть механизмы помощи людям оплачивать частично расходы на дорогу к рабочему месту другому городу, либо съем квартиры в этих городах. Но что интересно, сейчас эта помощь распространяется только для работников первые четыре месяца? Да, конечно, это может дать какую-то силу, смелость, подписать этот контракт с компанией в Риге или другом большом латвийском городе, но что после четырех месяцев? В принципе, мы способствуем миграции внутри страны, в большие города, и села остаются пустыми. Но если мы говорим о перспективном будущем, все-таки, я считаю, что государство могло бы идти более навстречу и вести долгосрочные такие механизмы, которые позволили бы сохранить, жить в своем родном месте, а работать уже в больших центрах. Тоже вот с такой точки зрения, по-моему, предложение компании Agents способствует тому, что люди остаются в регионах и регионы сохраняются. Да, вот ваш, Ива, если я не ошибаюсь, родной город все-таки Елгова, да? Ну, с одной стороны, оно недалеко от Риги, но в то же самое время расстояние есть. Вот вы наблюдаете, что все-таки и, я знаю, многие илгарчане все-таки теперь не стремятся на работу в Риге, есть возможность работать в родном городе или вблизи, или все-таки все-таки тенденция в Ригу? Вы знаете, тенденцию я наблюдал за последние 20 лет, и число тех, кто ежедневно едут в Ригу сокращается, не только потому, что сокращается число жителей, но и процентуально сокращается, и пропорционально сокращается тому, насколько рабочие места открываются на месте. Но тут самое главное ведь заинтересованность местной власти привлекать инвесторов, привлекать новые рабочие места, которые, да, поощряются в долгом сроке, поскольку это позволяет сохранить на месте жителей и налогоплательщиков, но не поощряются никак, ничем другим со стороны государства, поскольку напомню, что казну самоуправления попадает налог на доход от рабочих, но не попадает налоги предприятия. Я думаю, эта ситуация тоже должна была бы измениться. Вот, что касается профессий, опять-таки, Лаурис, исходя из вашего опыта, кто чаще всего востребован вот, как такая арендованная рабочая сила? Угу. Угу. Вопрос в том, что все-таки одно время казалось, и нам статистика об этом говорила, что все-таки заработная плата медленно, но верно, и в том числе по рабочим специальностям, не только чиновникам, идет вверх. Ну вот, с одной стороны, с другой стороны, мы понимаем, что еще если мы берем вот такой средний уровень Европейского Союза, мы еще, мягко говоря, не дотягиваем до этого уровня, и минимальная зарплата у нас, ну довольно такая, по сравнению со странами Европейского большинства, страны Европейского Союза такая, ну мягко говоря, скромная, это дипломатически, 500 евро на бумаге. Вот какие есть прогнозы, вот ваши ощущения, когда что-то поменяется? Я бы подошел к этому вопросу с другой стороны. Я считаю, что мы должны сокращать налоги на рабсилу. Во-первых, если бы мы увеличили этот необлагаемый минимум с минимальной зарплатой, это, во-первых, могло бы увеличить доход многих латвийцев. Во-вторых, это не увеличивало бы расходы предпринимателей, что также важно, чтобы сохранить эту международную конкурентную способность, поскольку не секрет, что наш производитель в основном работает на экспорт. Это одно. Второе, то, что я уже в начале передачи упоминал мою личную гражданскую позицию, что в налоговой сфере больше нужно было делать ударение на налог на недвижимость, а не на рабсилу. Это также могло бы способствовать выраст зарплат. Все остальное, конечно, это политическая воля политиков, а также возможности международной экономики, которые финансисты нам обещают хорошие возможности для роста по исходу из пандемии. — Ларис, Вы правильно заметили, что из регионов все-таки с Вашей помощью, в том числе, есть шанс попасть на работу в Ригу, может быть зацепиться здесь, снять жилье. Но, Ваше видение, в регионах могут появиться больше рабочих мест, потому что, Свете, вот это еще одна тема административной территориальной реформы, когда мы видим, что сейчас количество самоуправлений 119, сейчас на сколько, 42 получается. А, ну еще в Акреану теперь отдельно, но это целая история, да, на 43. — Которая не закончилась недалеко. — Да, которая еще не закончилась, и еще непонятно, как это все будет происходить, но вот в целом понятно, что количество самоуправлений сократилось, и вот авторы реформы обещали какие-то точные инвестиции туда и так далее. Вот Вы видите, что это происходит? Потому что у меня такое ощущение, что от того, что мы как-то карту перекроили, не появятся ни дороги, ни инвестиции, ни рабочие места. — Да, да, ну шоу, что мы видим, что, куда мы видим, что, ну, не касается неноте, что, да, в принципе, у нас же нет. Но, ну, регионов, у нас же время туда же есть такая, что бездарбство очень плохая и люди, которые прожают по минимальному аугу. Если у них чрезвычки, ищи, при чрезвычке граждане, при 500 евро ментеи, униевая не будут готовы макшировать ващества, то униевая не будут готовы макшировать ващества. Да. без пьередеса. Ударбов, которые шеи салгаса, человек может страдать, ваерак может страдать, виршу стунду. И, я говорю, что два минимумаа салгаса в Латвии, без пьередеса. То же интересно такой момент, это может быть, может быть, даже не говорится, но это весьма актуально. Мы видим, что бюрои, государственные службы заняты, так называются «Валстнодорбенативные дни». Он получает европейское финансирование, на переквалификацию, на переобучение безработных, прежде всего длительных безработных. Ну, результаты, я так понимаю, такие скромные. Вот все-таки с чем это связано? Может быть, не такой подход, или вот это все обучение оторвано от реальной жизни. Или просто, ну, люди, там многие не ищут работы, их устраивает, их сегодняшняя ситуация, может они работают нелегально или получают пособие. Вот что происходит? Мы видим, что длительные и безработные, я сейчас не говорю про тех, кто страдает алкоголизмом, и, в принципе, они так и не выходят на рынок труда. Ну, я думаю, что самый верный ответ могут дать сами предприниматели, но я со своей стороны вижу, что два пункта – это актуальность этих курсов, насколько точечно эти курсы попадают под нужные надобности предпринимателей, с одной стороны. с другой стороны, все-таки нужно говорить о части переквалифицированных, какая у них мотивация. И выбраны ли правильные курсы, ли отработал четко консультант по занятости и понял психологии конкретного человека, интересы и профессиональные возможности. Ну, я бы хотел эту дискуссию немножко продолжить и на такой ноте, что есть некоторые предприятия и некоторые мнения в обществе, что панацеи по нехватке рабочей силы могут решить гастарбайтеры третьих стран. Да, вот это то, что я хотел сейчас спросить. Да, тогда мы на одной волне. Волне, да. Да, во-первых, Лаурис не позволит мне соврать, гастарбайтеры стоят больше ежемесячно, во-вторых, все-таки есть различия в культуре, есть, ну, вызовы по языку общения, и, конечно, мы можем думать какие-то долгосрочные тенденции или последствия могут оставить в конкретной стране, если мы смотрим на примеры некоторых западных стран. Но, наверное, о найме заграничной работающей силы Лаурис сможет прокомментировать немножко больше. Да, вот, что касается гастарбайтеров, ведь не секрет, что, по крайней мере, до пандемии, может быть, во время пандемии сократилось, но вот до пандемии, ну, в частности, мы знаем, что в строительстве очень активно использовали вот этих гастарбайтеров, заезжую рабочую силу из Украины очень много было у нас представителей. Что сейчас происходит? И делаете ли вы акценты на гастарбайтеров? Потому что вполне возможно, что ваши клиенты, предприниматели многие говорят о том, ну, вот, пригласите гастарбайтеров, все-таки у них планка заработной платы будет чуточку ниже их требования. Там тоже, я так понимаю, нельзя им платить ниже какой-то суммы определенной по закону, но все-таки может это будет, не знаю, не тысяча евро, а, не знаю, семьсот евро. Я трешил взял с Пилсоном, чтобы это было так, как в Латвии я думаю, Пограмма, да, 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 да. профессионалов, которые, конечно, на лагерах нет. Венкарши, Латвий, нет нет удачи. Важно, вот-важно, что они будут вести в Вации, куда они уже саллигси, 3-4 тысячи. Важно, что они не велили. Важно, что они были веграды, которые они являются сгодом, а вот-важно, как-то, вверху, что-то, это получается, что-то, как-то, как-то, мы думали в ВА. Важно, что-то, мы не смогли бы это будет, Да, это вообще вопрос об образовании, так же престижа профессионального образования, о чем дискуссия у нас не первый десяток лет ведется, но то же самое время, если посмотреть, что происходит вступительными экзаменами в латвийских учреждениях высшего образования в вузах, то за исключением нескольких центральных латвийских университетов конкурса нет и в принципе потенциальных студентов ловит за руку. По-моему, эта ситуация корня неправильная и значительная часть тех, которые сейчас попадают в вузы без конкурсов, правильнее бы было переориентировать на профессиональное образование, но это уже речь о образовательной системе, о тех требованиях, которых мы выставляем заведением высшего образования, поскольку, на мой взгляд, многие заведения высшего образования сейчас просто бизнес для зарабатывания денег, но не инвестиции, а интеллектуальный потенциал будущего в Латвии. — Да, вот если мы говорим вообще о бизнесе трудоустройства, так бы его назвал, то есть так называемые реклантинговые компании, которые фактически по существу пытаются нанять рабочую силу для работы за границу. Есть вторая группа, их называют «Атлас», вот эти вот компании отбора, которые помогают в том числе предпринимателям и даже, кстати, государственным муниципальным учреждениям во время вот этих конкурсов, которые сейчас очень модные на все должности, они помогают там, интеллируют этого кандидата, там у них есть в составе психолог, говорят, насколько он там подходит или не подходит по ту и иную специальность. И вот есть, я так понимаю, вот новые в какой-то себе для Латвии вот вид вот этого бизнес-устройства, это вот помощь и предпринимателям, аренда рабочей силы, да. Вот все-таки, если мы говорим о вашем бизнесе, это одновременно все, и вот атласы, и наим. Чем вы все-таки тоже интервью проводите? Как это все происходит? Затронули интересный вопрос, что в Латвии есть компания, которая нанимает рабочую силу, а отсылает ее другие западноевропейские страны. Возвращаясь к этому, что интересно, я все время думаю, если речь идет о малоквалифицированной и среднеквалифицированной силе, разве до сих пор выгодно ехать работать за границу? Возвращаясь к тому, что стоимость жизни, не только зарплаты, но и стоимость жизни отличается. Лаурис, есть ли агентства опыт с работами, которые прежде работали за границей, а сейчас работают в Латвии? Ну, фактически вернулись, это как вопрос. Да, 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 да. Да, 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 да. Да, 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 да Я думаю, что эта сумма – это маленькая, которая не вредит сроки, но из-за того, чтобы это отброс от пакали. Узвинь по муссмедованию. Это очень много работников. Фактически, то, что Вы сказали, да, это, наверное, Вы правы, что те, кто думал подработать кратковременно, то есть уехать на 2-3 месяца, наверное, как мы видим, не имея жилья в тех же Нидерландах, а мы знаем, сколько там стоит снять квартиру, это несопоставимо с нашими расходами, то, наверное, действительно получается, что особого смысла нет. Другое дело, кто там уезжает на постоянное жительство, если он нашел работу, может быть, там в итоге он будет выигрыш. Но кратковременно мы видим, что этот эффект нивелируется за счет всех основных расходов. Не так ли, Игорь? Да, я так думаю, что это следующий резерв латвийских рабочих, поскольку о первом резерве мы переговорили, это фактическая безработица и те люди, которые рассеяны по многим латвийским регионам. Но также моему кругу знакомых все более становится актуальным вопрос о возвращении в Латвию и опять объединение семьи. Единственное, что интересно, некоторые знакомые говорят, которые думают о возвращении, что они попробовали работать там. И говорят, что психология и психологический климат в предприятиях Западной Европы и Латвии все-таки отличаются разы. И последнее препятствие, о котором они думают, хотят ли они воротиться в тот психологический климат, который им вспоминается до отъезда западноевропейские страны. Но беря в виду то, что в самом экономически активном регионе в Риге мы говорим о нехватке рабочей силы, и я считаю, что работодатели жизнь заставят задуматься о этом микропсихологическом климате, который на предприятии, как мы коммуницируем с работниками. Может, завершение так, чтобы представить нашу радиослушку, Латвии все-таки, если так вы сможете на память вспомнить, сколько уже количество работников сейчас вы наняли в общей сложности, и сколько уже компании воспользуются вашими услугами? Да, 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 да. Погащую гаду, шею гаду, 1.5 гаду, таза уже 3 раза вайрак. Par дарбинейку скайту, дарбинейку скайту, шовбриду мусу, я тебе говорю, что вайрак 10% в месяц. Таза дарбинейку скайту, который у нас будет 2 раза вайрак, не как я тебе, он был 1.5 года. Та, ко мы видим, лиджи шеи годы бежем, те бутся 250 дарбинейки. Нако шага бежи, таза будет 500 дарбинейки. Шовбриджи мусу 3 года планы, лиджи дарбинейки скайту, таза будет 500 дарбинейки. Ну что ж, будем надеяться, что самое главное, ведь цель будет достигнута, что люди не уедут. Это самое главное. Да, это значит, семьи останутся здесь. Это самое главное. Будут семьи, будут дети, будут будущие для нашей страны. Ну и еще один, может быть, такой вывод после нашего эфира, что вот это вот такая услуга, которая, наверное, сама жизнь вас требовала. Это услуга найма рабочей силы. Это, наверное, тоже за этим, я думаю, перспективы, поскольку, с одной стороны, у предпринимателей снимается целый ряд нагрузок, с одной стороны. С другой стороны, ему и гарантируется рабочая сила, и не нужно думать о размещении. То есть все это делает другой работодатель, скажем так. Те, тьфи, тьфи, я думаю, мы отрисуем очень много проблем. Продолжение следует... Продолжение следует...